Чем позолотить каменистую горку или декоративную клумбочку? А рекомендую очиток едкий. Среди множества разных видов очитков или седумов, очиток едкий выделяется своей бесшабашной неприхотливостью и долгим золотистым цветением. С конца мая, иногда до середины июля, очиток едкий будет не только расцвечивать золотом вашу клумбу, но и привлекать многочисленных пчел и шмелей. А до и после цветения будет просто покрывать землю плотным зеленым ковром. Недаром очиток едкий считается одним из самых надежных и неприхотливых почвопокровников. Почву под очиток специально готовить не надо. Растет практически на любой почве. Главное, чтобы она не была переувлажненная. Так, вот тут баданчики рядом, тоже неприхотливое растение. Так вот, иногда под очитком что бывает? Камни, песок, зола. В общем, все из чего делается каменистые горки. Ничего, нормально, растет. Главное, чтобы для очитков было солнышко. Полутень не его стихии. Он, конечно, расти будет, но цвести нормально вряд ли. Кстати, вкрапляются в золотистые очитки белые. То есть, у очитка едкого есть разные сорта, в том числе и с белыми цветочками. Теперь про поливы. Вот про что вы можете забыть, так это про поливы. Даже самое сухое лето очитки от недостатка влаги не страдает. Но это и понятно, очитки это же классические суккуленты. То есть, растения, которые могут запасать в своих толстых листьях влагу и запасать надолго. Кстати, даже если совсем не бывает дождей, очиток едкий может собирать утреннюю росу. Как размножить? Да проще простого. Лучше всего вегетативно делением куста отрезаете кусочек дернинки и высаживаете на какое-то постоянное место. Лучше всего делать, конечно, это весной или осенью. Очень хорошо очиток едкий смотрится среди камней, крупных, мелких, либо вдоль дорожек. Вот по самому-самому краешку дорожки, чтобы цветы так немножко небрежно, волнообразно лежали на краях дорожки. В общем, всем мне нравится очиток едкий, за одним исключением. Ну, вот название. Очиток едкий. Сразу что-то такое неприятное. Ну да, если попробовать его на зуб, он, конечно, едкий. Но вы же не пробуете его на зуб, вы любуетесь. Поэтому, конечно, давайте его называть очиток золотистый или еще как-нибудь предлагайте достойное имя этому замечательному растению.